Итак, всем огромный привет! С вами снова я, это обещанный мукбанг, окрошечка на квасе и золотистое обжаренное маслое, отварная картошечка. Вот, сразу признаюсь, что тут есть не все ингредиенты, потому что сейчас все-таки еще не разгарывает этого всего буйства всякой зелени и всего-всего, что хочется сюда положить. Просто если собрать все ингредиенты, она просто будет золотая, понимаете? Проще себе из золотых брошек будет супа наварить, чем купить все, что нужно на окрошку. Сейчас покажу, как она выглядит. Итак, давайте приступим к трапезе. Не забудьте сделать благое дело. Поставьте лайк и, пожалуйста, подпишитесь, подпишитесь. Вот я, кстати, такой же тоже, знаете, такой зритель, не всегда благодарный. Иногда я смотрю некоторых людей и не подписываюсь на них. Почему? Надо бы, надо бы подписаться. Вот так, вот сама такая же. Ну что, давайте пробовать. Очень так, по-весеннему освежает. Конечно, хотелось бы сюда побольше всякой зеленушечки. Бодрящий вкус. Присоединяйтесь. Поболтаем, поболтаем по душам. Напишите, как у вас настроение. Пришла ли весна к вам? Чем занимаетесь? Есть ли у вас признаки весеннего авитаминоза? Как себя поддерживаете? Что касается меня, у меня полностью какое-то угашенное состояние. Я не знаю, как это назвать. Угашенное состояние. Какая я? Я никакая. Не думаю, вы все заметили, что с того момента, как я вернулась в Россию, у меня была энергия моя такая на подъеме. То есть я вернулась на подъеме, на эмоциональном. И она потихонечку, потихонечку скатывалась. И вот докатилась до какой-то критической точки. То есть я вообще сейчас не могу себя как-то вытащить, за что-то зацепиться, чем-то себя занять, увлечь. То есть я все это пытаюсь делать и что-то делаю. Я даже не сижу сложа руки, но ничего не помогает. Это все такая, знаете, какая-то бутафория. Ты просто пытаешься имитировать жизнь. Заставляешь себя имитировать жизнь, не тратить время впустую, что-то делать, при этом не получая уже никакого от этого вдохновения, удовольствия. Нормально ли такое состояние? Да, наверное, нормально. Сегодня, кстати, смотрела видео одного блогера. Она живет в Корее, работает моделью. У нее любимый человек рядом. И, в общем-то, все неплохо. Весна у них уже в разгаре. Хорошая погода. И вот она тоже рассказывала о своих каких-то депрессивных состояниях. Сама себя ругала, что же это такое, что я что жир убешусь, что мне еще надо, у меня все есть. Ну, по всей видимости, человек устроен немного сложнее, чем просто какой-нибудь лапоть, да. Люди сложнее намного устроены. И, видимо, вот эти... Видимо, наше состояние зависит от какого-то баланса, который должен соблюдаться. Нельзя там без конца, не знаю, радоваться своей карьере. Понятно, что если человек... Да, пусть у человека успешная карьера, но если человек без конца этому себя посвящает, то в какой-то момент он может просто выгореть, да. При этом другие сферы какие-то разбалансированы в его жизни и так далее, да. Нельзя постоянно там есть пироженки и быть от этого счастливым, да. В конце концов, доешься до диабета и приестся тебе этот сладкий, жирно-сладкий бисквитный вкус. То есть всё хорошо, когда всё в балансе, и всё хорошо, когда есть какая-то всё-таки смена. Смена обстоятельств, смена декораций. Ну, вот я думаю так, да. И в моей ситуации тоже, мое такое падение моего эмоционального состояния, оно связано с тем, что цели крайне ограничены были всё это время, и действия, которые я вынуждена была делать, это всё тоже было ограничено, это всё надоело. Это всё надоело, и не разгуляться. Вот на данный момент не разгуляться в полной мере, не получается сделать то, что я хотела бы сделать. Невозможно всё время пребывать в одном и том же состоянии и наслаждаться. Это, наверное, только сумасшедшее может, я не знаю, тыкать пальцем в дырочку в стене и этим удовлетворять себя каждый божий день и с месяца в месяц, и с года в год. Ну, я думаю, вы понимаете мою мысль, да, что под дырочкой в стене можно подразумевать что угодно, да. Можно ходить там годами на любимую работу, но при этом, если другие какие-то твои сферы деятельности, сферы жизни не получили заслуженного внимания, они прокачаны. Чувства удовлетворенности не будет. У меня сейчас спросила, конечно же, сфера личной жизни, могу ли я это как-то наверстать. Нет, да, как-то тут наверстаешь. Налево пойдёшь. Это не про меня, это не мой стиль. Нет у меня отношений сейчас, и никак я их не могу получить. Я ограничена сейчас в каких-то своих действиях. Я вот иногда сижу и размышляю там, что бы было, да, если бы я не ожидала вот эту визу, как-то бы решили мы этот вопрос по-другому, я остаюсь здесь, да, что бы я делала? Естественно, я бы там бегала сейчас, выскала себе другую квартиру, потому что хочу съехать в другой район, да. Готовилась бы к весне. Сейчас много людей, моих приятелей, приятелиц, которые куда-то меня зовут, куда-то приглашают. А поезжай к нам, поехали туда, поехали сюда. И сейчас, если бы я не была ни к чему привязана, я бы этим самым и занималась. И это было бы двойное удовольствие. Во-первых, ты куда-то съездил, получил впечатление. Во-вторых, сделал контент, выложил, поделился с аудиторией, получил за это вознаграждение в финансовом эквиваленте. Приятное с полезным, да? И жизнь заиграла бы яркими красками, и блог бы развивался и был интереснее по своему наполнению. Забить на визу, не ждать, но это значит забить на личную жизнь, в смысле написать можно. Слушай, извини, что-то мне не нравятся законы твоей страны, давай, до свидания. Я, конечно, говорила, что я тебя люблю, но, бля, любить в таких обстоятельствах, я не могу, прощай, да? То есть, как это так, что ли, нужно выглядеть? Конечно, нет, не будет так. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Это, если кто не знает, грусть это гриб. Назвался, значит, грибочком, полезай в корзину. Назвалась женой, как говорится, давай. В любом случае, надо попробовать завершить это дело, чтобы уже с чистой совестью, чтобы ничем не жалеть, чтобы сказать тебе, я сделала все, что от меня зависело, все, что я могла. А дальше уж как будет. Очень у меня сбился ритм жизненный. Я могу не спать ночами, по непонятной мне причине. Например, день был насыщенный, интенсивный. Я уже чувствую, что уже прям в 9 вечера я хочу спать. Но в 9 я не ложусь. Там что-то делаю до 11, а в 11 я ложусь, и я понимаю, что я не могу уснуть. Я не могу уснуть до 3, до 5. И засыпаю там часов в 6 утра. Потом, естественно, я сплю до 3 дня. Бывает, что наоборот. ритм скачет, все скачет. Из-за этого состояние организма тоже, знаете, не лучшее. Порой какая-то вот слабость ощущается. На первый взгляд, беспричинная. Да, но, конечно же, для всего есть причины, поэтому на первый взгляд кажется, что она какая-то без причины. Причем такая вот очень лютая слабость, когда тебя просто плющит, прибивает к кровати, прибивает к подушке, и ты не можешь даже встать, себя покормить, пожрать, себе приготовить или купить что-то, поесть, сходить. Просто лежишь, как бревно. Лежать-то не хочется, встал бы, что-то сделал, но нет. И тут нет. Мне уже и приятельницы мои какие-то пытаются дать советы. Давай, мы поможем тебе поговорить, давай разберемся. Что тут разбираться? Тут все ясно. Если покопаться в глубине себя, то я найду там, что у меня есть большая-большая жарка, жажда деятельности, большая жажда менять обстоятельства вокруг себя. Но я выбрала то направление сейчас, которое меня, так сказать, зажало в тиски и поработило. Я уже объяснила, да, ситуацию? Что мне сделать? Махать ручкой, сказать, ай, извини, ладно, что-то мне не нравится долго ждать, давай просто забудем друг друга, мой дорогой муж. Я не буду ничего ждать. те деньги, которые у меня сейчас есть, потрачу на переезд, буду планировать какие-нибудь развеселые летние поездки, мол, ты извини, да, конечно, так не будет и получается, что в теории у тебя как будто бы есть возможность действовать, делать какие-то действия, а на практике ее получается, что нет, нет такой возможности. Просто жди какого-то результата, да, хорошо, собираем вещи, едем, нет, тогда с чистой совести могу жить дальше так, как я хочу. Короче, вот так, вот так и очень такое, знаете, отупляющее чувство, отупляющее, оно как будто бы меня сжирает изнутри. Чем себя занять, не знаю, да, я уделяю время учебе, работе, ну и все, свободное время, что, ну погуляешь, ну раз, два, три, десять, двести раз ты погуляешь, дальше, что. кризис нереализованности, нереализованность и что-то типа, я не смогу это назвать. И так, ладно, всем огромное спасибо за внимание, вкусненько покушали, муть всякую послушали, пишите, как вы побываете, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok